— Бадится! Иди, арбузы поешь! Голос у генгурела звонкий, нетерпеливый. Семечко, прилипшее к подбородку, и лицо, замурзанное до самых ушей, неопровержимо свидетельствует, что он уже основательно полакомился, прежде чем вспомнить о старшем брате. Чтобы солнце не проникло, окна комнаты наглухо завешаны шалями и платками, какие только нашлись в доме. Бадится, лежит на диване, подложив руки под голову, и следит в полутьме за полетом одинокой мухи. Рядышком дремлет открытая книга, которой посчастливилось не попасть в руки генгурела, потому у нее целые обложки. Бедный Бадится! Ему лень подняться и раскрыть окно или включить свет. Ему больше по нраву темнота. Если его не трогать, целыми днями будет лежать и думать какие-то думы. Быть может, с годами и генгурел окажется подверженным этой страсти, но пока что он больше любит свет. А если генгурел что-то любит, он не очень-то считается со старшими. Так и теперь, поднявшись на цыпочки, он щелкает выключателем, пронзительный яркий свет заливает комнату, Бадится вздрагивает, жмурится. Забавный человек от Бадится! В темноте лежит с открытыми глазами, А когда светло, закрывает. Муха описывает круги у лампочки, назойливо жужжит. Ее увеличенная тень мелькает на потолке, Как громадная ночная бабочка. Кто же за кем гонится? Муха за тенью или тень за мухой? На минуту генгурел углубляется в дебри философии. Погаси свет! Генгурел механически выполняет просьбу брата, Но, сообразив, что брат на него накричал, Малыш снова щелкает выключателем. Бадится он не очень боится. Знает, что, как бы тот не притворялся строгим, Ничего опасного не последует. Но сегодня Бадится в дурном настроении. Лучше с ним не связываться. Погаси тебе, говорят. Сердце подсказывает генгурелу, что надо послушаться. Конечно, трепки брат ему не задаст, Но пару подзатыльников вполне может. Дожидайся потом, пока вернутся мать с отцом с поля И наведут справедливость. Покорно, как и следует младшему братишке, Генгурел выполнил просьбу Бадится. В комнате снова воцаряется полумрак, И только возле коврика подрагивает солнечный зайчик, Просочившийся неведомо через какую щель. Генгурел решил проверить, как чувствует себя муха в темноте, И неожиданно сделал открытие. Муха жужжит, как и прежде, Но тени у нее нет. Потерялась тень, исчезла. Этот фокус так распалил любопытство малыша, Что если бы тысяча бадиц кричал на него, И то бы он их не послушал. С серьезностью ученого, Занимающегося научным исследованием, Он нажал на выключатель, И, о чудо, тень снова появилась. Игра оказалась довольно забавной, И захватила Генгурела. Забыв про все на свете, Он щелкает выключателем то вверх, то вниз. Тень скрывается, снова появляется. У бадицы лопается терпение. Он хватает книжку и швыряет в Генгурела. Бросок наносит больше вреда книге, чем малышу. Но удар есть удар, И настроение у Генгурела портится. Он упрямо включает и выключает еще несколько раз свет, Потом удирает во двор, чтобы не схлопотать сполна. Некоторое время братьев ссори, Потом голос малыша доносится с веранды. Бадится, иди, поешь арбуза. Голос у него просящий, грустный, Чувствуется скучно одному. Бадится, хоть он и старший, Тоже не бессердечный, ему жали ребенка. Поднимается и выходит. На дворе такая жарища, Что камни плавятся. Под ярким солнцем на табурете Олеют несколько ломтей арбуза, Нарезанных неловкой рукой Генгурела. Над ними вьются шмели, пчелы. Где остальные куски? Бадится все еще сердится. Какие? Куски этого арбуза. Генгурел касается ладонями своего набрякшего живота. Я же тебя звал. Звал. Бадится берет ломоть, вонзает в него зубы И морщится, как от боли. Что, невкусный? Недоумевает Генгурел. Теплый. А-а-а. Бадится любит арбузы. За один раз с дюжиной может расправиться. Да еще кожуру обгрызает начисто. Корочка после него остается такая тонкая, Будто выскобленная. Но на этот раз, замечает Генгурел, Бадится словно потерял интерес к арбузам. Не то, что они ему не нравятся. Этого не скажешь. Иначе он бы оставил ему и остальные ломти. Но ест он как-то вяло, без задора. Изменился, Бадится с некоторых пор. Не балуется с ним, как раньше. Обзавелся адекалоном, полюбил темноту И уже не скучает по арбузам. А на прошлой неделе взял тайком отцовскую бритву И побрился. Договорился с Генгурелом никому ни слова. И никто бы не узнал, потому что Генгурел умеет хранить тайну. Но бритва оказалась ненавиденной. Бадится порезался, и все выплыло наружу. Становится кавалером наш сын, Посмеялся отец над Бадицей. Все плоды зреют свой срок, отозвалась мать. Она всегда на стороне Бадицы. Когда он приносит из школы плохую отметку, Мать утаивает ее от отца. Он у нас гневливый. А разве гневом отметку исправишь? Все равно Бадится должен учебой исправить. Сегодня отец настоял, чтобы мама пошла с ним в поле. А ребенок с кем останется, спросила мать. Ребенок – это Генгурел. Вообще-то его зовут Тимофте. Но Генгурелом мать нарекла его еще в младенчестве, Когда он и говорить-то не умел, а только гулил. Так и осталось у него два имени. Мама и Бадится называют его Генгурелом, А отец – Тимофте. Поначалу приходилось трудно откликаться на два имени. Потом привык. Ребенок пойдет с нами или отведи его в садик, Мгновенно решила отеца трудный вопрос. Но мама привыкла оберегать своих птенцов. В садик, чтобы снова захворал, Или в поле, чтобы спекся на солнце. С детским садиком у Генгурела довольно сложное отношение. С одной стороны, он бы не прочь туда пойти, Там совсем неплохо. Вдоволь игрушек, компания большая. А иногда, глядишь, воспитательница и ленутся, Книжку почитает. Но, с другой стороны, Тебя заставляют слишком часто умываться. Опять же, драться нельзя. Только слегка заденешь кого-нибудь, Кулаком, тебя в угол. Строгости. Но мать возражает против садика из других соображений. Однажды Генгурел заболел животом, И с тех пор его не пускают в садик. Мать говорит, что его чем-то обкормили. На самом деле, в тот день Генгурел Еще дома объелся виноградом. А на завтрак им дали лапшу с молоком. Поесть Генгурел никогда не прочь. Ростом мал, а уплетает, как взрослый. Что касается лапши с молоком, То это его любимое блюдо. Вот и дорвался. Но мать не стала вникать в подробности. Увела свое чадо домой, и баста. Теперь воспитанием Генгурела занялся бадица. Часть дня он проводит в школе. В остальное время, даже если он дома, Толку от него столько же, как если бы его и не было. Короче говоря, с бадицей хорошо. Полная воля. Правда, иногда бадица засыпает его поручениями. Генгурел, нарви ширицы, свинья. Генгурел, налей воды уткам. Генгурел, глянь-ка, куры не копошатся на грядках. Но Генгурел, в свою очередь, тоже наловчился. Умеет выполнять поручения. Если куры даже разворошили весь огород, Он их все равно не прогоняет. Если воды в кормушке нет, Утки идут пить к соседям. Вот только со свиньей фокус не проходит. Когда нет ширицы, визжит, как зарезанная. Бадица разделался с арбузом, лежавшим на табурете, И пристально посмотрел на второй, Мирно покоившийся в углу веранды. Нарезать? Спросил Генгурел с солдатской готовностью. Оставь. Глаза Бадицы застыли на арбузе. Шустрый взгляд Генгурела следит за братом, Но не замечает ничего особенного. Арбуз как арбуз. Большой, полосатый, круглый. Хорошо бы его почать. Но если Бадица не хочет, что поделаешь? Тут вмешательство Генгурела не поможет. Со своим арбузом он уже разделался. Отец так и сказал, когда уходил в поле. Один тебе, другой Бадицы. Отец знает, сколько могут умять его сыновья. Поэтому он предусмотрителен в распределении. Арбузы, покуда дорогие, их пора еще не наступила. Не разрежешь, спрашивает Генгурел, Делая последнюю попытку уговорить брата. Но ответ краток и отрывист. Нет. Что-то мрачен сегодня Бадица. С утра ни разу не улыбнулся, Не рассказал ничего, Не смастерил ни одной игрушки, Не то, что раньше. Молчит и смотрит на арбуз. Воспитатель называется. Уж лучше бы пустили Генгурела в садик. Тоска зеленая. Малыш обдумывает, куда бы ему податься. Пусть Бадица поищет его. Может, повеселеет, развеется. Генгурел, Хочешь сослужить мне службу? Бадица неожиданно поворачивается к нему, Смотрит ласково. Мрачность сошла с его чела. Видно, отлегло от сердца. Службу? Знакомы ему, Генгурелу, эти службы. Потому он не спешит с ответом. Бадица, наверное, хочет послать его за книжкой Куда-нибудь в другой конец села. А может, ему захотелось родниковой воды Или еще чего-нибудь. Но любопытство берет вверх, И после недолгого молчания малыш спрашивает. Какую службу? Бадица медлит, словно ровеет высказать свою просьбу. Ты знаешь Пашуцу, дочь Трофима, Москалу? Генгурел морщит, лоб поищурится, словно вглядывается вдаль. Какую Пашуцу? Ну, фельдшерицу, Которая мне банки ставила. Ту самую, Бадица усмехается. Если Генгурел не позабыл про банки, Значит, помнит и Пашуцу. Происшествие с банками Случилось нынешней весной. Генгурел простыл, И мама вызвала Пашуцу. Она сочла нужным поставить банки. С горем пополам Мальчишку раздели. А сделать это было непросто. Он сражался, как лев. Его осилили. Бадица с мамой держали, А Пашуца, несмотря на крики и визги, Принялась ставить банки. Бадица вздохнул. Он тогда впервые разглядел Руки Пашуцы. Красивые белые руки с длинными пальцами. Следя за их плавными движениями, Он позабыл о Генгуреле И ослабил хватку. Малыш подскочил, Как подброшенный. Выскочил из дома, Раздетый, С банками на спине И побежал по саду. Бадица чуть не сгорел Со стыда перед Пашуцей Из-за своего меньшого братца. Пол села гонялась за малышом. Бедная Пашуца едва собрала Банки в соседних огородах. Еще хорошо, что Бадица помог ей, А то бы вовек не отыскала. Услышав о фельдшерице, Генгурел стал подозрительным. А кто болен? Да никто. Правду говоришь? Честное слово. Генгурел верит и не верит. Он предлагает Бадице поклясться. Скажи, пусть распухнет язык мой, если вру. Пусть распухнет язык мой, если вру. Скажи, не дожить мне завтра пойти в школу? Не дожить мне завтра пойти в школу. Скажи, подавиться мне грушей с нашего дерева? Подавиться мне грушей с нашего дерева. Тогда зачем тебе фельдшерица? Хочу, чтобы ты ей что-то отнес. Я? Ты? Что отнес? Арбуз. Арбуз? Ага. Фельдшерицы? Ей. Глаза Генгурела округляются от удивления. Смехнулся, Бадица? Такой арбуз! Отослать пашутся. Приходит же в голову Бадица всякая ерунда. Или, может быть, у него другие намерения? И что ей сказать? Генгурел хочет разузнать все досконально. Ничего. Что ж, я буду молчать как немой? Ну, можешь сказать, что и я тебя послал. Сходишь, Генгурел? Услуга, о которой попросил Бадица, не такая простая, как кажется на первый взгляд. Первым делом надо распрощаться с арбузом. Во-вторых, для разговора с фельдшерицей тоже требуется отвага. И сверх того, Генгурел опасается, не кроется ли в этой истории с арбузом какой-то подвох. Он пристально осматривает все свои ушибы и ранения, которые могли бы привлечь внимание пашутся, после чего отвечает. Ладно, схожу. Как не окажешь услугу Бадицы? Он тебя столько раз выручал. Ответ Генгурел настраивает брата на добродушный лад. Он начинает посвистывать, а когда Бадица посвистывает, это даже лучше, чем если бы он пел. Мокрой тряпкой он осторожно вытирает арбуз, наводит блеск. За все шесть с половиной лет своей жизни Генгурел еще не видел, чтобы так драили арбузы. Но Бадица, наверное, знает, что делает. Хуже то, что, покончив с арбузом, брат взялся за Генгурела, умыл его, протер ноги песком, надел свежую рубашонку. Не иначе, как Бадица совсем рехнулся. Вдруг ни с того ни с сего, около полудня, надумал менять ему рубашку. Солнце палит немилосердно. В кормушке не осталось ни капли воды. Куры купаются в пыли. Бадица провожает Генгурела до калитки, словно малыш отправляется в дальние путешествия и дает ему последние наказы. Не урони! Генгурел подпрыгивает, прижимает арбуз к животу. Не уроню! Если устанешь, отдохни в дороге. Ничего, знаю я. Генгурел. Никому ни слова. Договорились? Ладно. А если ее дома не будет, в свою очередь, спрашивает Генгурел. Бадица задумывается. Потому как он хмурит лоб, видно ему хочется, чтобы Пашутца оказалась дома. Ее не будет, неторопливо говорит Бадица, оставишь арбуз на завалинке. Если идти прямой дорогой, Пашутца, дочь Трофима Москалу живет не очень далеко, всего через восемь домов. Но так как при каждом доме имеется сад, в котором как раз созрели яблоки и груши, восемь домов довольно большое расстояние. Все же Генгурел не дает себя увлечь румяным яблоком, который улыбается ему из-за плетней, и мужественно продолжает путь. Солнце припекает голову, дорога подошвы, арбуз норовит выскользнуть из рук, клонит его к земле, даже нос причиняет хлопоты. Не очень приятно, когда течет из носа. Но Генгурел не уступает трудностям, идет вперед, чувствует, что поручение брата очень важное, почти такое же важное, как планер, который Бадица смастерил в прошлом году. Хоть бы застать Пашутцу дома, разве можно оставить арбуз на завалинке? Глядишь, куры его скатят или кто-нибудь утащит. Если Пашутцы дома нет, отнесу арбуз в медпункт, на завалинке не оставлю, решает Генгурел. Но опасения его напрасны. Фельдшерица сидит в тени айвового дерева и вышивает матроса с голубыми, как у Бадицы, глазами. Генгурел устраивает себе короткий привал, вытирает нос, вдыхает всей грудью и подходит. Вот, Бадица прислал вам арбуз с достоинством, говорит он. Пашутца откладывает вышивку в сторону, поправляет платье на коленях и, притворяясь несведущей, спрашивает, «Какой Бадица? Наш? Так его и зовут? Нет, его зовут Бадица Антон». А-а-а, так и скажи, поддразнивает, ну и чертовка эта Пашутца. Ей почти столько же лет, сколько и Бадицы, но она уже успела стать фельдшером. Запросто уколы делает, даже не обращает внимания, что кому-нибудь больно или боязно. Неужели эта тоненькая девушка сама одолеет такой огромный арбуз? Может, Бадица затем и прислала ей подарок, чтобы чуточку подкрепилась, а то вон какая слабая. Пашутца поглаживает арбуз, как мать иногда ласкает голову гангурелы. Ей приятно, ей нравятся арбузы. Пашутца смотрит на подарок так, словно готова съесть его вместе с коркой. Потом вдруг устремляется к гангурелу и целует вихорок на его макушке. Подожди меня здесь, говорит она, и исчезает в доме вместе с арбузом. Вот тебе на. Чего вдруг фельдшерица его целует? С какой радости? Гангурел недовольно почесывает макушку, хранящую при косновении губ пашутцы. Он не любит, когда его целуют. Мама еще куда не шло. А пашутца, разве она родная? Если еще раз попробует, не дамся. Пусть не думает, что если фельдшерица, то ей все можно. Вскоре пашутца возвращается. Она весело сбегает по ступенькам, что-то чирикает. Лукаво подмигивает гангурела. Одной рукой обнимает его плечи, а другой кладет в его ладонь монету. И шепчет, словно заговорщица. Купишь себе конфет. Сначала гангурел с любопытством разглядывает монету. Переворачивает ее с одной стороны на другую. Постепенно он как бы начинает понимать. А, за арбуз! Решив, что теперь-то наступила пора оказать бадице такую услугу, Каких он никогда еще ему не оказывал, Гангурел сходу провертывает одно дельце. Он еще раз посмотрел на монету, на пашутцу, Которая так дружелюбно улыбалась ему, и сказал. Бадице велел, чтобы вы дали рубль. Бадицу он нарочно упомянул, чтобы прозвучало внушительней. Несколько мгновений фельдшерица сидела, не шелохнувшись. Приветливое выражение сошло с ее лица. Щеки залились маковым цветом, Но деваться некуда. Мальчик ждал. Волей-неволей надо расплачиваться. Она же взяла арбуз. Эту монету отдам бадице, А ту, которую она вынесет, оставлю себе. Великодушно решил Гангурел, Уверенный, что справился с поручением Гораздо лучше, чем этого требовал от него старший брат. Гораздо showcок Гораздо Гораздо Девушки отдыхают Гораздо Гораздо Гораздо